Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Открытый диалог». И сегодня в нашей студии депутат Совета депутатов города Люберц и директор Люберецкого парка культуры и отдыха Александр Петрович Мурашкин. Здравствуйте, рады видеть вас сегодня в нашей студии. Здравствуйте, уважаемые избиратели. Здравствуйте, уважаемые работники Люберецкого телевидения. Итак, на заседании Совета депутатов, которое прошло в июне, вы ставили вопрос о наведении порядка в Наташинском парке. Какой была ситуация на тот момент в июне и какая на сейчас? Наташинские пруды, это, конечно, по-моему, сегодня только ленивые не обсуждают эту тему, и каждый вносит свои какие-то предложения. Но я прошу сегодня, наверное, все-таки еще раз повнимательнее взглянуть на все те проблемы, которые реально существуют с Наташинскими прудами. В свое время парк культуры и отдыха, в больших, конечно, там границах, он являлся филиалом Центрального парка культуры и отдыха. Естественно, все это было под комитетом по культуре Люберецкого района. А вот когда 131-й закон вступил в силу, и нам необходимо было разграничить полномочия, то часть учреждений культуры ушло в город, часть осталась в районе. К примеру, такой казус, районный парк признан центральным, а территория Наташинских прудов городским. Но, к сожалению, те, кто принимал это имущество в город, не создали муниципального учреждения парк культуры и отдыха города Люберцев. И сегодня, фактически, у нас нет, так скажем, парка муниципального учреждения, как парк культуры и отдыха Наташинские пруды. Мы утеряли с вами, вот самое главное, первое, статус парков. Я вот сегодня напрямую отчитываюсь в Министерстве культуры Московской области по состоянию дел в парке, я ежегодно это делаю. И я сегодня пишу и отчитываюсь за одну территорию, за центральную. Все, утерян статус парка, первое. Поэтому я всегда выступал и говорил, люди, уже давно, два года тому назад, я об этом заговорил, люди, подождите митинговать, давайте начнем с главного. Вот сегодня мы должны определить статус, что это парк культуры, муниципальное учреждение. Второе, мы должны определить границы, пусть даже сегодня вот эти границы, которые с этим делением пруды отдельно, это отдельно, но мы их должны застолбить за парком культуры и отдыха, вот мы есть. Второй этап, второй этап, это присоединение Наташинских прудов, отдайте нам их и в зад. Третий этап, конечно, вот активисты, которые там выступают против застройки, тройки, понятное дело, но мне порой кажется, вот они не слышат меня, того человека, кто там в теме, как говорится, тех людей, кто в теме, а я вот тогда не понимаю их, может быть им все равно, что будет с Наташинскими прудами. Продадут их, им на руку хорошо политический баланс мы завоевали. Ну, отобьем, и ладно, мы тогда продадим, вот как у нас всегда рассуждают, власти придем. Я говорю еще раз, единственный выход какой сейчас признание этих прудов, что это парк культуры и отдыха, передать их на баланс, как я уже говорил, в комитет по культуре, вот тем я и занимаюсь. На сегодняшний день глава Владимир Петрович Ружицкий уже издал там ряд нормативных актов, которые позволяют нам сегодня, значит, передать пруды в оперативное управление парком культуры и отдыха. Я считаю, что это уже будет значимая победа в истории и в сохранении этих парков культуры и отдыха. Почему? Во-первых, уже есть остров, юридический такой у нас база, с которой мы дальше будем вести свою деятельность. Бюджет появится впервые за всю эту историю дикую и громадную после 90-х годов, мы получим бюджет в этом парке культуры и отдыха. Первый, что тоже, я считаю, отлично, просто хорошо. Ну и третий, давайте дальше, задача максимум. Двигайтесь, смотрите, как будем дальше с властью вопрос решать о застройке этих домов. Почему не идти на конструктивный разговор, почему не оказать мне помощь в том, что делаю я, я со своей командой, депутаты наши. Я вот этого тоже порой не понимаю. Поэтому еще раз говорю, я считаю, что все идет своим чередом, и не надо отвлекать сегодня народ от этих вот проблем, которые есть в Наташинских прудах. Нас сегодня должно волновать, как мы их будем возрождать, эти пруды, потому что не сегодня, а завтра они обмелеют. Средства нужны на восстановление вот именно прудов, самих их очистки, пополнению водой за счет водоканала, за счет бурения дополнительных скважин. У нас уже тоже есть документы и наработки по этому вопросу. Очень много, на самом деле, приходится делать по Наташинским прудам. И мы на верном пути, вот мы грамотно двигаемся, я считаю. Несмотря на все трудности и сложности, вот на сегодняшний день, на данный момент, мусор вывозится, то есть территория парка как-то облагораживается, приводится в порядок? Безусловно, безусловно. Я не смотрю на все эти интриги, кому кто принадлежит. Вот откровенно говоря, мы деньги, которые зарабатываем и в этом парке культуры отдыха, в Центральном, за счет предпринимательской деятельности, мы тоже частично расходуем на уборку территории на Наташинских прудах. Еще раз, там же стоят и предприниматели, которые тоже заключили договоры на вывоз мусора, также они принимают участие в благоустройстве территории. Но на сегодняшний день все эти договоры, вот ни о чем и ни с кем, так можно сказать. А схему, которую предлагаю я, она четко прописывает, что эти все ребята будут работать под единым началом муниципального учреждения парк культуры отдыха. Появляется, наконец-то, тут, ну скажем так, хозяин территории, хозяин вот этих всех объектов и так далее. Единый человек, который едино будет направлять куда что надо. И есть кого спросить. А все мы помним, какой была прошлая зима, был ледяной дождь, и многие деревья были повалены, погибли. Им на смену планируется высадить новые деревья, кустарники. Значит, очень много на Наташинских прудах было погибших деревьев. На сегодняшний день опиловку произвели, частично даже аутилизацию. Средств, как вы сами понимаете, тоже сегодня мы туда направить никаким образом не будем, не можем. Нет парка-то. Поэтому, в силу своих возможностей, опять-таки, привлекая средства из других источников бюджета, ну, каким-то образом там наводим порядок. Такая же система у нас и в лесном, так скажем, массиве, или молодой парк, как это правильно говорить. Там тоже очень много попало деревьев. Чаще, не проходная чаще, но мы взяли на себя такие же обязательства. За счет средств бюджета мы выполняем там работы по опиловке, спиливанию аварийных деревьев. И к первому сентября мы взяли на себя такие обязательства, народу предстанет парк чистый. Как меня многие спрашивают, я говорю, сдам парк первого сентября. Все, кому ты сдашь? Я говорю, народу сдам. Кому сдам? Известно, что в Наташинском парке есть известные Наташинские пруды. И сейчас в жаркую погоду очень многие люди стремятся туда, чтобы отдыхать, купаться. Как вы оцениваете условия для отдыха жителей на Наташинских прудах? Мы заслуживаем гораздо лучшего, гораздо красивее, чтобы это все место выглядело, и безопаснее, самое главное. Поэтому, еще раз говорю, там пахать и пахать на Наташинских прудах. Вот поэтому помощь от жителей, вот именно в этом нужна. Где-то лучше не сорить, вести себя более культурно, не забывая, что это территория культуры. Вот, пожалуй, в чем помощь нужна. Остальное, мы раз на себя берем эти обязательства, мы их выполним. Я же не просто так вам сейчас говорю, знаете, там, чтобы избиратель меня там, о, какой-то хороший, какой-то прекрасный. Я понимаю всю эту ношу ответственности, с чем мне приходится сталкиваться, какие трудности впереди. Но мы уверены, поэтому и говорим, мы беремся за Наташинские пруды. Что касается Центрального парка, что он может предложить жителям в плане отдыха? Ведь не все уехали к морю, не все уехали на дачу. Кто-то находится сейчас здесь, в черте города. Вы знаете, если, я всегда говорю, у нас в парке, вот если Октябрьский проспект, это хребет нашего города, то парк Наташинские пруды и парк Центральный, это легкие нашего города. Поэтому я так думаю, что это действительно их существование, оно идет только нам во благо. И для здоровья физического, ну и морального, наверное, удовлетворения. Вот пришел, посмотрел, красиво, хорошо погулял, поел мороженое, покатался на аттракционах. Для молодежи тоже вот совсем недавно там Open Air проводили. То есть мы стараемся всегда показать, что наш парк жив, наш парк развивается. Пусть не так скоро, как хотелось бы, но если бы я сегодня, извините, начал с закрытыми глазами там куски земли каким-то образом тоже кому-то, не дай бог, обещать или там глаза закрывать, когда кто-то там от парка что-то старается отщемить, тогда бы, может быть, это и быстро было бы. Ну нет, вот, к сожалению, бюджетными средствами мы вот так медленно. Но при этом надо не забывать, парки, вот сколько я директор, да, ведь парки остаются народными. Конечно, это не одна моя заслуга, вот такой я красивый и хороший. Нет, безусловно, всегда на помощь приходит народ. Я на поддержку всегда народа рассчитываю. И буду рассчитывать, потому что мне, если это народу не надо, то извините, а мне чего тогда там пузыриться? У меня тоже, извините, не две головы. Конечно, и власть наша тоже, я хочу сказать, она прекрасно понимает, что нельзя с парками так раз, направо и налево. И я считаю, что даже если оппозиция сегодня существует, она должна идти на конкретный диалог с властью, которые люди, они так кричат во всеуслышащие, пред всеми, да, там, ааа, плохую власть избрали, давай следующую. Да надоело нам следующую, господи. Все время мы плохую. Почему плохую-то? Я голосовал, многие мои ребята голосовали за эту власть, и что теперь наше мнение вот так растоптать? Я считаю, что с любыми людьми можно договориться. И надо идти на этот конкретный разговор. Я думаю, господи, ну, нет же врагов таких у нас открытых, значит, и мы должны красиво со всеми договариваться. Спасибо вам большое за это. А я предлагаю несколько сменить темы и поговорить вот о чем. Наверное, многие наши телезрители слышали, что продолжается конкурс на гимн города Люберцы. Куда авторы могут представлять свои песни, и где можно услышать те треки, которые уже выставили авторы на конкурс? Ну, тема сама по себе хорошая, да? Гимн Люберец, он должен быть. В свою пору, когда у нас здесь и Любера занимались, гимн такой был. Среди, неформальный такой гимн среди молодежи. Родились мы, выросли в Люберцах, в центре грубой физической силы. Ну и что-то там мечты наши сбудутся, станут Люберцы центром России. Ну, так молодежь какой-то патриотический дух придавал этот гимн. Я так думаю, что гимн, который мы все вместе обсудим, будет тоже соответствовать патриотике. Такой дух в себе патриотизма нести. Потому что очень много ребят, которые действительно девчонок, которые очень любят свой город. И их много и среди молодых, их много и среди пожилых. И вот главное, чтобы он отвечал всем. И мы после гимна на Новый год российского сразу будем петь под тосты наш гимн Люберецкий. Но хочу пожелать организаторам немножко быть поактивнее. Потому что мало очень рекламы. Я вот, например, пусть подумаю, что может к стыду. А почему к стыду? Вот я как депутат, кстати, познакомился только с одним вариантом. Мы вместе, пардон, Владимир Иванович Перекрестов подготовил там неплохое. У меня в музыке даже музыка есть. В машине можно послушать всегда. Хорошая такая вещь. Ну а хотелось бы и другое послушать. Давайте выберем, обсудим, если есть из чего выбрать. Ведь у нас земля-то Люберецкая не оскуднела еще талантами-то, я уверен. То есть мнение жителей будет учитываться при определении победителя? Безусловно, безусловно. А куда мы денемся? Надо услышать всех. Ну что же, вот на такой позитивной ноте хотелось бы перейти к теме проблемной. А это, собственно говоря, дороги. Вот на Совете депутатов прозвучало, что на капитальный ремонт дорог общего пользования будет выделено более 7 миллионов рублей. Какие именно дороги планируется отремонтировать? Безусловно, депутаты, конечно, обеспокоены. Ведь, ну кто? Вот я избранник народа. Я не начальник, я не царь какой-нибудь. Я, ну на самом деле, я слуга. Я тот, кто между властью и народом, тот, кто высказывает народные темы. И никогда я против народа не пойду. Если народу надо так, значит, я буду отстаивать его точку зрения, безусловно. И мы знаем, что дороги-то у нас проблема номер один в Люберцах. И вот эти средства, которые сегодня будут направлены по своему округу, я, конечно, ожидаю, что все-таки мы сможем отремонтировать ряд домов, которые у нас там на улице Мира, дворовых территорий, которые у нас по плану на улице Мира находятся. Но у меня еще обязательства остались перед своими, так скажем, избирателями. По улице Южный, 18-й дом, 22-й, 24-й, 26-й, 28-й. Улица Космонавтов, дом 19-21. Там еще ряд домов, я вот так вам на вскидку сейчас прям говорю. Это куда я буду обращать самое непосредственное внимание вместе со своими коллегами, депутатом Филимоновым Дмитрием Борисовичем и Черкашиным Сергеем Николаевичем. Ну и, естественно, это Аллея Мира, с которой я шел сюда, в депутаты, вот два года. Мы, как мы вынашивали эту идею, готовились к ее строительству. Конечно, очень нелегкая задача, учитывая, что еще сложная геоподоснова там. Там все коммуникации проходят, каких только нет. И, тем не менее, глава района не отказал. Не отказал, говорит, идите, смотрите, что там можно сделать. Посмотрели, решили. Вот сейчас уже канализацию заменили, воду заменили. Сейчас там перед подключением как раз воды пойдет. И, в принципе, завтра объезд территории. И если все хорошо, а я в этом уверен, потому что я и в разработке проекта принимал участие, переживаю. Как за, собственно, детище. Потому что, ну, во-первых, я обещал. И ведь многие бабки, когда сейчас меня увидели, там, и говорят, Петрович, не обманул ты нас. Я говорю, ну как я мог обмануть? Я в любом случае стараюсь довести до ума эту тему. Я же не обманываю, когда говорю. Я говорю, как есть. А можно несколько поподробнее, как будет выглядеть эта аллея мира? Ну, учитывая, что там все-таки канализация, проходит коммуникации, да, вода, горячая, газ. Мы решили, все-таки центральная будет клумба большая. Мы в нее сейчас только газонной травой сможем засеять. А потом мы, конечно, каждую весну будем туда цветы красивые сажать. Естественно, с обеих сторон, значит, у нас пойдет тротуарная плитка, скамеечки и, значит, светильники. И ее будет видно, эту аллею, когда мы будем проезжать с Октябрьского проспекта. Вот он, наш замечательный 13-й избирательный округ. Сразу будем знать, где мы. А то, ну, сегодня мы, правда, как-то там очень выглядим заброшенным. О нас забыли. Там буреломы и буреломы, да, на этом остановимся. Аллея мира. Какой хороший подарок жителям? А это улица мира. Поэтому, когда я избирался, мы там впервые встретились с избирателями во время избирательной кампании. И я так посмотрел на нее, думаю, о, смотри-ка, да тут целая аллея. Надо вот с народом. И мы ее сделаем красиво. Она будет, я считаю, по моему замыслу, конечно, тоже какое-то привлекательное место в нашем городе Люберцы. Потому что я еще хочу там символ мира голубя. Ну, посмотрим, что-то будет, что мы там сделаем, какую-то композицию. Я вот вчера с кузнецами разговаривал, которые умеют это дело делать. Я так думаю, что-нибудь мы придумаем там интересного. А вообще в планах как? На день города, как и обещали. Ну, мы-то обещали вроде как. Ну, я говорил, что может и раньше, годом раньше сделаем. Но не получилось. Очень тяжелый. Пока бюджетом ее утвердили, пока это все прошло. Это, ну, целые катавасии, чтобы вот так вот организовать это дело. И тем не менее, я считаю, что на день города надо дело это открыть. И не только это дело. У меня еще в моем округе детская площадка и спортивная площадка Октябрьский проспект 296, если привязываться к адресу будем. Тоже ведь многие мне сейчас скажут, вон, Петрович, ты туда, а нам ничего. Но вот будучи депутатом, приходится принимать решение, куда лучше сегодня. Где это нужнее, где это возможнее и быстрее. К сожалению, вот так вот все и сразу невозможно. Я не бог, я только там, и не волшебник даже, я только учусь. Поэтому вот сделаем там красивую, я должен сказать, площадку. Там придется опилить семь деревьев, я посмотрел. Поэтому вот жителей 296 дома Октябрьский, Мира, я прошу здесь правильно понять эту тему. Нам надо обязательно сделать красивую, хорошую и спортивную, благоустроенную площадку. Значит, вокруг благоустроить это все тоже тротуарной плиткой. Места для отдыха родителей, людей старшего возраста. Мы обязательно должны там тоже им местечко найти. Поставить фонарики красивые. И опять-таки, нас увидят с Октябрьского проспекта. Ведь красиво проезжая. Не только ты увидишь здесь машины ГАИ, которые на газонах стоят у нас. А увидишь красивую детскую площадку. Ну что же, время завершается. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня гостем программы был депутат Совета депутатов города Люберцы, директор Люберецкого парка культуры и отдыха Александр Петрович Мурашкин. Я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти сегодня к нам на передачу. Желаю успехов в вашей работе. Спасибо вам большое. Успех будет, я уверен. Уважаемые телезрители, на этом все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин